Маршрут Шелкового пути уже второй раз проходит по территории Башкирии и впервые через Уфу. Первым перед площадью имени Салават Юлаева появился француз Себастьян Лёп. Следом за ним прибыли и другие именитые гонщики. Некоторые останавливали свои автомобили и приветствовали болельщиков, но большинство экипажей все же проехало мимо площади. Встречали профессионалов мирового уровня, тысячи уфимцев и гостей города, однако большинство из них специально пришли посмотреть на своих любимчиков, российских спортсменов на КамАЗах. Пошел специально поболеть за нашим тамазистом, пилотом. КамАЗ-мастер болеем. Ну являюсь болельщиком нашей российской команды. В ответ гонщики на грузовиках поблагодарили своих болельщиков. Привет, Уфа! Огромное спасибо, что пришли нас поддерживать. Будем стараться сделать все возможное и невозможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Спасибо всем! В Училинском районе участники ралли прошли специальную скоростную трассу в 54 километра, а затем направились дальше по маршруту, в сторону Челябинской области. Впереди еще самое главное испытание – проверка на прочность автомобилей и людей. Впереди еще практически вся гонка, еще нужно будет ехать по степям Казахстана, через весь Казахстан с севера на юг. Дальше пустыня Гоби. Температура в пустыне Гоби сейчас в песках доходит до 50 градусов. Очень сильная жара. Будет, конечно же, нелегко двигателям, будет нелегко людям. Всего экипажам предстоит преодолеть чуть меньше 10 тысяч километров. Ралли проходит не только по территории России, но и соседних Казахстана и Китая. Финишируют спортсмены 22 июля в городе Сиянь. Именно оттуда в течение многих веков шли торговые караваны по великому шелковому пути. Рустам Нурешев, Роман Гуманов, городской телеканал ЮТВ.